Всем привет! Сегодня будет обзор на нож Beaver Knife на этот раз Торн. Я так понимаю, что ножи Beaver Knife очень интерес большой вызывают у публики, поэтому будем еще снимать. Вот этот нож я взял у подписчика, мы тут недалеко живем, и 15 минут мне до него доехать. Прилично я с этим ножом уже походил по лесу и чуть его не потерял, знаете, потому что здесь есть вот такой вот свободный подвес. Ну и в общем он у меня вот так вот раскрутился и нож выпал. Произошло это потому, что здесь вот на винтах каких-то было, видимо там еще какой-то болт был, и вот это так все закручивалось. Вот это, я думаю, не самое лучшее решение, потому что кожа есть кожа, она намокает, расширяется, потом высыхает, сжимается, все равно тут образуется зазор, а вот эти действия, когда вот человек идет там, нож вот так вот крутится, они приводят к тому, что это все развинчивается, и нож можно запросто потерять. Собственно, свободный подвес для чего нужен? Для того, чтобы одевать пояс массивный рюкзака, чтобы не давил вам нож на бедра. Но это не для того, чтобы там в машине с таким ножом ездить, как-то странно вообще. Он и так маленький, он там не будет упираться никуда. Ну и вот, я вот думаю, что это не лучшее решение, потому что это все-таки рано или поздно выпадет, поэтому клепка должна быть либо глухая, либо сажать это на клей, либо на какой-то фиксатор резьбы. Вообще с этими ножами, которые мне присылают именно подписчики, надо быть осторожными. Я вот ничего не вижу плохого в том, что мне ножи присылают на обзор, когда они у меня остаются. Многие пишут, что вот там промокоды появились, значит ты продался, это реклама. Но знаете, я как бы всегда оставляю за собой право высказывать любое свое мнение, давать какую-то экспертную оценку. Тем более, что полно уважаемых фирм там и магазинов, которые наоборот просят, чтобы так делали. Вот Южный Крест, Аника, которые топоры делают, они всегда говорят, что всегда высказывают свое мнение, говорят, что не так. Никаких проблем. Даже крупные магазины, типа Фонарик Маркет, они мне какие-то вещи присылали на обзор, даже когда у меня там тысяча подписчиков всего на канале было. И всегда никакого давления с их стороны не было. Даже когда я им писал, что вот эта вещь, которую вы хотите, чтобы я показал, много недостатков будет, я об этом расскажу обязательно. Они говорят, нет, вот все равно показываю. Ну а те, кто там в письмах, знаете, пишут, что я должен сказать, что я должен показать, как я должен снять, я такие, то есть, на такие письма даже не отвечаю. Ну а если будет какая-то ситуация, я не знаю, что там под дом, ружья, мне скажут, давай рассказывай, что это очень хорошее, какая-то безвыходная ситуация будет. Ну жизнь дороже, я скажу так, но поверьте, я сниму это так и покажу это так, что я это умею делать, что вы сами все поймете, просто по картинке это будет видно, как на самом деле эта вещь работает. Поэтому даже любой приказ можно выполнить разными способами. Ну а промокоды это вообще никак не относится к каким-то там продажам или к тем, что мне кто-то там что-то много заплатил. Я буду говорить только какие-то определенные вещи. Это чисто для подписчиков делается, чтобы там они скидку получили. Ну а теперь возвращаемся к самому ножу. Я, честно говоря, думал, что все ножи Beaver Knife, они одинаковые или примерно одинаковые. Но на самом деле нет. Вот если даже этот нож сравнивать с ножом Канада, обзор на него я уже снимал, но он другой. Позже всего другая совершенно рукоятка. Она здесь больше такая уже классическая форма, бутылочная. Намного меньше и уже. Там потому что она была такая здоровенная, что нож крутишь в руках, и если на него не смотреть, даже не понимаешь, куда эта режущая кромка направлена. Здесь все уже, конечно, классно. Смотри, не смотри, всегда понятно, как он будет направлен. Здесь есть такой вот небольшой подпальцевый упор. Она, вот эта рукоятка, даже более травмобезопасная, скорее всего, даже полностью травмобезопасная. Потому что вот эта фишка, которая, видимо, на всех ножах Бивернеф применяется, это когда идет расширение как бы больше к лезвию. То есть там и во время укола там рука как-то в распор встает. Здесь еще и вот этот выступ. То есть он прям блокирует сильно. Причем если на том ноже, где было просто вот без упора такое вот утолщение сюда, вот эта безопасность была только тогда, когда я именно вот понимал, что сейчас буду сильно тыкать, хорошо сжимал, был уверен в своем захвате. Там, да, она тогда не съезжала. А вот если просто как-то не думая там куда-то воткнуть в пене, она там могла соскочить. Здесь она даже более безопасная. Ну вот это расширение сюда, я думаю, это делается для того, что все-таки это нож для какого-то строгания, для какого-то батонинга. Поэтому, чтобы, когда мы вот так вот сильно давим, основное давление сюда куда-то приходит, и чтобы вот этого не было, здесь делают потолще. И да, вот эти ножи Beaver Knife, они самые такие ненаминающие руку. Давить им можно просто со страшной силой и ни о чем не думать. Ну а для кухни этот нож, он не подходит, честно говоря, мне даже как-то не для кухни, не для разделки на охоте, не для рыбалки, потому что это будет ниже среднего показателя, потому что он слишком это массивный, сканди, спуски низкие, это для поверхностного пореза, а не каких-то вот вырезания каких-то больших кусков мяса или нарезания помидоров. Мне, честно говоря, когда даже как-то неловко становится, что этот нож все-таки так качественно сделан, такой вообще с душой буквально. Из всех ножей, наверное, типа Ray Mears, вот эти ножи Beaver Knife, они самые классные из всех, то есть они переплюнули всех, наверное. Я ни Барк Риверов таких не видел по качеству исполнения, ни в Воду Вор, там, ни... Ну даже близко нет. Тут вообще все без косяков, что ножен касается... Ну а ножных там есть пара косяков, вот это я сейчас еще скажу, но ножей вообще нет. Но тем не менее, политика канала такая, что я все равно буду рассказывать даже о тех вещах, в которых этот нож не силен. Но в данном случае это кухня и ее охота. Об уж крафте говорим. Могу показать разницу в порезе. Допустим, когда мы берем ее, хотим, допустим, порезать вот сканди спусками, которые низкие. То есть получается такой прорез не очень глубокий. Если мы прорезаем чем-то вот таким со спусками от обуха, да еще обух тонкий, прорез получается очень глубокий, но он, знаете, такой... То есть можно соединить это как бы в две части очень быстро. И вот с такими ножами надо быть очень осторожными. С линзовидной заточкой. Потому что если ими провести... Они глубоко прорезают и вот это разваливается на части. То есть порез с таким ножом можно очень так, с осторожностью надо относиться. Потому что порез будет и очень глубокий, и он развалится. Придется зашивать там или скрепить. Это сложнее будет. В общем, вывод какой? То есть вот для кухни, когда что-то тонко нарезаем, какие-то продукты, типа там моркови, картошки, то вот такой нож, он не сказать, что удобен. У меня вот есть еще такая какая-то уставшая картошка. Нашел в холодильнике. Ну вот чистить удобно. Глубоко прорезать не надо. Сам клинок такой не широкий. Достаточно удобно. Вообще картошку после января я стараюсь уже не есть, потому что как ее не храни, она видимо как-то чувствует приближение весны, когда она начинает как-то порастать. Особенно если вот видно какой-то зеленый цвет здесь. Это ни в коем случае есть не надо, потому что там накапливается солонин, а это такой как бы яд не очень сильный. Человек его нормально переносит, но он вызывает такую усталость. Многие люди думают, что это какой-то авитаминоз у них бывает, там еще что-то такое. Но часто это бывает просто банальная причина, что в пищу поступает вот этот солонин. Если съесть много зеленой картошки, там вообще может так это совсем нехорошо стать. Но ножны здесь, конечно, из очень качественного материала. это действительно растительное удубление итальянской кожи. Формована под этот нож. Он отсюда вообще никак не вылетает. Единственное, что вот как и на ноже Canada Special, там вот этот вот прошитый, вот этот круг, там эти нитки снизу тоже выходят. Когда нож сюда засовываешь, вот этот нож новый, видимо, поэтому там ни одной порезанной нитки нету, но вот на том ноже почти половина была порезана. Единственное отличие, здесь вот сделаны как бы такие еще направляющие там внутри, такие какие-то борозды. Это, видимо, для того, чтобы когда нож запикиваешь, чтобы он вставал у них и более четко туда заходил. А так, конечно, все такое массивная, добротная вещь, что нож, что нужно. Весит, конечно, очень много, поэтому ни о каком легкоходстве здесь речи не идет. Да и вообще сам этот нож, он на самом деле не универсальный абсолютно. Нож такой больше специализированный. Я вижу его применение, знаете, каким, вот что я там не пробовал делать. Самое удобное это вот иметь в пару к нему вот такую пилу. Это маленькое у него полотное, поэтому она отпиливает вот как раз такие вот полежки по диаметру как раз сюда хорошо заходят, чтобы их потом как топором раскалывать, построгать, развести огонь. Обух тут еще обработан под огниво, поэтому работает очень здорово, особенно с хорошим трутом. Это надежнее, чем зажигалка. Ну вот, если у вас есть какая-то печка-щепочница, собирать, развести костер, то вот таким способом это очень можно быстро делать. Ну и третьим сюда можно взять какой-то ножик специально для продуктов, для разделки. Такое вот неплохое сочетание происходит. Ну а для строгания этот нож просто отлично подходит. 30 градусов 0, удобная геометрия, приводит к тому, что это даже сухую плотную деревяшку это строгает, как я не знаю, как бумагу. Причем делает это и переходы. Очень подходящая для этого вещь. И даже вот внутри, когда мы какую-то вот емкость там выбираем, тут все-таки узкое и легко залазит. Хотя, конечно, вот острие так под тупым каким-то углом соединено и толстовато, поэтому этот нож не очень хорошо втыкается, его даже бывает тяжело воткнуть там какую-то пень, выскакивать надо оттуда. Ну то есть вот это его основное назначение. Причем он может снимать как и очень большое количество материала, так и делать какую-то мелкую работу. Ну а какие-то там ковушки для палатки построгать это просто вообще. Тут вся эта геометрия работает как раз вот на это. Руку не наминает и ничего там не соскальзывает и угол давления очень удобный. Рубить, конечно, он не будет хорошо, потому что опять-таки вот эти щечки будут упираться и порубания сильного не будет. Еще хочу одну вещь сказать про скандиспуски. Там все-таки угол сведения очень маленький. Тут 30 градусов, но бывает еще меньше. К чему это приводит? Не важно, какая здесь будет классная сталь стоять, какая будет классная закалка. Все-таки на конце вот режущей кромки буквально какие-то микроны, поэтому все-таки она достаточно такая нежная эта режущая кромка. Поэтому, что я рекомендую делать? Избегать все-таки вот таких вещей, когда вот тут очень плотная деревяшка, когда мы не просто строгаем, а вот так вот туда зарываемся, а потом еще вот такое вломывающее движение делаем, особенно на морозе, либо удары вот под таким каким-то углом. Все это может привести к тому, что даже супер качественная сталь там просто чуть-чуть либо замнется, либо выкрашится. Поэтому скандиспуски это все-таки спуски такие, которые надо понимать, как ими работать. И то же самое при батонинге, когда мы собираемся как-то сюда бить, лучше взять, вот так вот поставить и даже прорезать туда и дальше уже наносить удары. Чтобы не было такого, что удар пойдет как-то вот под углом. Ну, а сам клинок тут супер мощный. То есть тут вот в таких ножах получается, что супер мощный сам клинок, его хрен сломаешь, потому что толщина сохраняется практически по всему клинку. А вот на самом конце режущей кромки все-таки очень уязвимая такая часть находится, поэтому это учитывайте. Но теперь давайте поговорим о стале и попробуем этот нож заточить. Здесь D2 сталь. Если действительно D2, она здесь, скорее всего, то она и есть. Это такая серьезная очень сталь, потому что D2 это такая еще сталь, которую очень часто подделывают. Одно время вообще все ножи, которые можно было в киоске в любом купить, они все там D2 были. И берешь такой нож, он размазывается буквально любой абразив. Пластилин какой-то. Настоящая D2 это такая достаточно серьезная сталь. Простая, но очень такая износостойкая инструментальная сталь. У нее какие особенности? Во-первых, она очень долго держит заточку и довольно агрессивным резом владает. То есть затупить эту сталь достаточно сложно. Я этим ножом много что делал, и он все равно очень острый. Но на ножах со сканди спусками это такое, не знаю, насколько это оправдано, потому что если он затупится, заточить его об какой-то камень в лесу или какими-то плохими абразивами может быть проблематично. При хорошей термичке вот эта сталь D2 она может даже больше и дольше держать режущую кромку чем 3V и многие другие такие порошковые премиальные стали несмотря на то, что она простая. Из недостатков это то, что она может заржалеть так же, как 3V даже. Но она все-таки лучше сопротивляется с коррозией, потому что какое-то количество хрома там есть. И второе иногда она склонна к выкрашиванию. То есть на ножах со скандиспусками у которых именно само сведение в самом конце очень маленькое получается если на морозе этим ножом как-то выламывать то, что я показывал либо бить почему-то такому более-менее твердому могут быть выкрашивания. Посмотрим как это будет затачиваться. Просто интересен сам процесс насколько это будет хорошо сниматься материал. Видно, что даже качественный водник так неохотно снимает материал. Но сами скандиспуски они просто идеально ровные. Они прямо видно, что этот камень выровнен. Они к нему прилегают прямо идеально. Качество изготовления этих скандиспусков конечно на очень высоком уровне сделано. Я тем ножом на морозе там жутко как-то не рубил как это канадой делал. Там на канаде все-таки три ви сгибовая. Тревисталь такая, которую я уверен надо постараться даже на очень тонком сведении замять или выкрашить. Но этим ножом я бы все-таки постерегся как-то со всей дурьем что-то разрубать. Тем более он и меньше к этому предрасположен, потому что тут все-таки вытянутые веретенообразные лезвия. Нет такого изгиба какого-то, который дает возможность рубить. Если есть качественный абразив, проблем никаких не будет. Тут еще на руку играет то, что, конечно, очень классно сделаны эти сканди-спуски. Они идеально ровные. Тут я не вижу никакого неприлегания. То есть они с завода прямо уже подогнаны сюда. На ножах мура или в других таких сканди-спусках там, особенно в традиционных финках, там, знаете, как все криво сделано. То есть придется долго сначала выравнивать самому. Здесь всего этого делать не нужно, потому что они прям супер ровные. То есть нож очень быстро заточился. Ну, в общем, такой вот интересный нож. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Вообще мнения всегда разделяются об этом ноже. Но одно точно, что он никого равнодушным не оставляет. Тут что еще надо знать, что идеального ножа в природе не существует. Потому что многие люди хотят от ножа прямо всего. Чтобы он и помидоры нарезал как бумагу вот так вот. И строгал идеально. И при этом чтобы еще и по костям можно было бить, и чтобы батонил хорошо. Но такого не бывает. Те, кто в ножах разбираются, они знают. с такими ножами тоже самое. Надо точно понимать для чего это, как это будет использоваться. Этот нож скорее все-таки узкоспециализированный, а не универсальный. Поэтому это надо учитывать. Но пока это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых